Слава Господу, дорогая Церковь! Это великая привлегия и милость, которую Господь дал нам петь, петь о нашем Господе, петь о нашем Царе. В это утро я приглашаю вас вместе со мной открыть вашу Библию, Евангелие от Луки, 2 главу. Мы прочитаем с вами несколько стихов, начиная с 7 стиха. 2 глава Евангелия Луки, 7 стиха и ниже, по 14-й включительно. «И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им Ангел Господень, и слава Господня осияла их. И убоялись страхом великим, и сказал им Ангел, «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее. Слава вышних Богу! И на земле мир, в человеках благоволение. Свою утреннюю проповедь я сегодня назвал «Песнь ангелов». Главным текстом, на котором мы сегодня остановимся, будет один единственный стих. Это 14-й. Это «Песнь ангелов». Но перед тем, позвольте, несколько мыслей в контексте данного этого стиха. Вы знаете, братья и сестры, когда мы внимательно смотрим на историю Иисуса Христа, на Его рождение, которое записано и в Ветхом Завете, ветхие пророки говорили об этом, и в Новом Завете мы видим очень много с разных сторон, как Дух Святой открывает нам вот эту удивительную картину прихода в мир Спасителя. Но вы знаете, когда мы прочитали вот этот текст седьмого стиха, мы видим, как Дух Святой открывает и показывает нам реакцию неба. Как на небесах отреагировали то, что произошло на этой земле. Это чрезвычайно важно посмотреть, как небо смотрит на то, что произошло на этой земле. Вы знаете, когда мы прочитали с вами седьмого стиха, когда Мария приняла этого младенца и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было места в гостинице, мы видим, как Дух Святой переносит наше внимание на одну группу людей, которые при таких событиях, наверное, точно никто бы не обратил внимания. Это были простые пастухи, которые содержали ночную стражу на своих полях. И, казалось бы, почему Дух Святой обратил внимание на этих людей? И обратите внимание, что произошло. Эти люди, простые пастухи, стали свидетелями величайшего события. Именно эта группа людей должны стать первыми, кто услышит, увидит и понесет эту весть дальше. Мы видим, что Ангел Господний является и сообщает им удивительную новость. В 9 стихе написано, вдруг пристал им Ангел Господень, и слава Господня осияла их. Реакция людей понятна. Боялись они страха великим, и затем они слышат следующую очень удивительную весть. И сказал им Ангел в 10 стихе, «Не бойтесь, слова утешения, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне в городе Давидовом родился Спаситель, который есть Христос Господь». И для того, чтобы они могли найти этого младенца и поклониться, он дает им простое направление. Говорит, вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях, поскольку пастухи, по всей видимости, хорошо ориентировались в той местности, хорошо знали, как обустроены эти дома, и знали, кто людей содержит овец. Они без труда нашли это место, потому что вот этот знак, младенец в пеленах, лежащего не в богатом доме, не в каких-то хороших удобствах, но в яслях. Это был хороший знак, они без труда нашли, как мы видим в последующих стихах, это место этого младенца, и пришли поклониться ему. Но вы знаете, на этом не закончилось действие здесь. Мы видим, произошло нечто потрясающее. Мы видим вслед за ангелом, который сообщил эту весть для пастухов и для всех людей, произошло что-то потрясающее. Я убежден, что никогда еще земля не видела подобного. Мы прочитали, что явилось многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее. Удивительно, друзья, это не было простые ангелы, друзья, это не были простые ангелы. Дело в том, что, когда мы внимательно смотрим на историю Священного Писания и на тот ангельский мир, который являет Господь нам, мы видим, что есть разные группы ангелов, которые выполняют в том или ином времени, которым Господь их посылает совершать свое служение. Мы знаем, что есть херувимы, мы знаем, что есть серафимы, мы знаем, что есть архангелы. И в данном случае, обратите внимание, когда Священное Писание говорит нам об ангельском мире, здесь подчеркивается, что это было воинство небесное. Небесное. Это было не простые ангелы, воинство небесное, которые имели определенное повеление от Бога. Помните, Псалом 102, 20 стих написан так, где псалмопевец говорит, «Благословите Господа, благословите Господа, все ангелы Его крепкие силою, исполняющие Слово Его». И затем в следующем, 21 стихе, он продолжает и обращается к ангельскому миру и говорит, «Благословите Господа все воинства Его, служители Его, исполняющие волю Его». Итак, мы видим, что это была особая группа ангелов, которые имели от Господа повеление. И для этого были особые причины. Я немножко хочу напомнить, когда, говоря о воинстве небесном, помните, Иисус Навин находится перед укрепленным городом Иерихоном. И Он понимает, что взять этот город, эту крепость, будет чрезвычайно трудно. И Он понимает, что без помощи Господа невозможно. И вот интересно, произошло один очень важный событие в жизни Иисуса Навина, которое говорит нам о воинстве небесном. Если можно, братья, откройте, пожалуйста, книга Иисуса Навина, 5 глава, 13-14 стих. Там автор записывает следующее. Иисус Навин видит человека, обычно видит человека, и в руках этого человека меч. Иисуса Навина, 5 глава, 13-14 стих. И Он подходит к нему, подходит, видит обнаженный меч, Иисус подходит к нему и говорит, наш ли ты или из неприятелей наших? И вот ответ этого человека с мечом. Он сказал, нет, я вождь воинства Господня, теперь пришел сюда. Я вождь воинства Господня, теперь пришел сюда. Братья и сестры, мы видим в Священном Писании, когда Господь ведет и вел войны. И в жизни истории израильского народа, духовные войны, войны, которые происходят на этой земле. Небесное воинство участвует, как было в случае с Ерихоном, мы видим. Поэтому это была ли особая группа людей, и очень трудно даже представить. Смотрите, какой контракт. Воинство небесное, они провозглашают следующие драгоценные слова. Славу вышних Богу, на земле мир, в человеках благоволения. Бог повелел ангельскому миру, вот в лице этого многочисленного, братья и сестры, я уверен, это были не десятки, а сотня, может быть, тысячи воинства небесного провозглашать эту удивительную весть. Бог повелел им, чтобы это воинство небесное передало человечеству, передало всем людям очень коротко, доступно, понятно, особое послание. Это послание заключалось в следующем. Оно состояло из трех частей, и каждая указывала на особую сферу, в которой будет раскрываться вся суть, смысл и причина прихода в мир Сына Божьего, который стал человеком. Братья и сестры, в одном стихе, в 14 стихе, который мы будем сейчас рассматривать, передана вся суть, смысл и значение прихода в мир Иисуса Христа. Бог вложил в эту ангельскую пись особое послание для всех людей, которые будут жить на этой земле. Вы знаете, мы благодарны Господу за то, что Священное Писание, книга Библия, переведена сегодня на множество языков, на речи. И вот благодаря тому, что есть существует много переводов, есть возможность глубже посмотреть на красоту Писания. Иногда, когда мы готовимся проповедь, читаем Священное Писание, очень важно смотреть некоторые другие переводы, особенно оригинальный его, греческий язык, еврейский язык. Это сегодня доступно. И можем смотреть на суть, на важность, на значение и смысл того иного стиха. Я просматривал несколько, многие переводы, и мне понравился вот этот текст, который мы сегодня рассуждаем с вами 14-м. «Слава Вышних Богу на земле мир в человеках благоволения». В следующей интерпретации и переводе он звучит так. «Слава Богу в вышине небес и на земле мир людям, которым Он благоволит». Я думаю, что такой перевод, этот текст, он открывает более красоту Писания, открывает глубже значение этого текста. «Ангелы поют о славе Божьей на небесах, а на земле мир, кому мир? Людям, которым Бог благоволит». Это очень важно, видеть это определенное различие. Просестры, как долго ангельский мир, воинство небесное славили Господа. Мы прочитали буквально несколько секунд один стих, правда? Неужели для этого явился ангельский мир, воинство небесное? Сотни, может быть, тысячи этих было ангелов, которые просто появились на мгновение на небе, спели эту песнь, и просто они исчезли. Я думаю, что нет. Мне почему-то представлена картина, братья и сестры, что этот ангельский хор громадный, который спустился буквально, и по духе видели, его слышали, они повторяли вновь и вновь эту песнь. «Слава Вышних Богу! На земле мир, в человеках, благоволение!» Может быть, десятки, может быть, сотни раз. Мне напоминается эта картина, помните, как пророк Исаия увидел Господа, сидящего на престоле высоком Провизнесенном, и там тоже были ангелы, помните, которые что они делали? Они взывали «Свят! Свят! Свят! Господь Саваоф! Вся земля полна славы! Его! Они делали это долго! Для чего, братья и сестры? Для того, чтобы люди услышали! И пастухи простые, пастухи услышали это повеление. Они запомнили его, они пошли, увидели младенца, поклонились. И когда Лука писал эту историю, Дух Святой напомнил Луке этот текст Писания, эту драгоценную ангельскую весть, которую услышали пастухи, передали нам. Итак, братья и сестры, три главных мысли, которые хотел бы сегодня поделиться вместе с вами. Христос, придя на эту землю, родившись на эту землю, Он восстановит славу Богу, достойную славу, которая была утрачена через грехопадение. Первая мысль. Второе. Христос, родившись, придя на эту землю, Он принесет особый мир. И третья короткая мысль. Христос, Христос покажет любящего Бога и Отца, Который склоняется, благоволит к Своему творению. Грешным людям Бог оказывает особую милость. Три главных мысли. Первое, на что обращает ангел, ангелы в своей песни. Он говорит, они поют о славе Божьей, которая на небесах. И возникает вопрос, каким образом слава Божия связана с приходом в этот мир Иисуса Христа? Каким образом слава Божия связана с рождением и приходом Иисуса Христа? Неужели что-то произошло со славой Божьей на небесах? Неужели недостаточно на небесах ангелов, которые поклоняются Богу? Что-то произошло? Вы знаете очень коротко о славе Божьей. Что такое слава Божья? Слава Божья это видимое проявление Его божественной природы и Его сущности Бога. Когда Библия описывает присутствие Бога или Его действия, братья и сестры, всегда присутствие Бога, либо Его действия сопровождались чем? Славой величия Божьей. Как человечество творения Божьей отнеслось к славе Божьей? Очень важный вопрос. Смотрите 23 стих, как начинается. Славу и славу нетленного Бога человек изменяет. Изменяет на что? В образ подобный тленному человеку, птицам, четвероногим и пресмыкающимся. Когда я читаю этот текст, говорю, Господи, как велико Твое милосердие, что сегодня Ты склоняешься к грешнику, что сегодня суды Твои еще не совершаются, а если совершаются, то только для того, чтобы люди научились правды и могли покаяться. Славу вечного Бога человек заменил в образ, подобный кому? Тленному человеку, птицам, четвероногим, пресмыкающимся. Самое, что есть отвратительное человек заменил на славу Божию. Творение Божие, сотворенное для Его вечной славы, изменили славу вечного Бога. И многие века человечество жило без правильного понимания, что такое слава Божия, как Ему воздавать Богу достойно эту славу. Такое состояние людей описывает пророк Исаия. Помните, 9 глава, во втором стихе, когда говоря о пришествии Иисуса Христа, он описывает состояние людей, народ, ходящий во тьме. Вот такое было духовное состояние людей. Но интересно, что в этом стихе есть обетование. В этом же стихе есть обетование, что этот народ, ходящий во тьме, он что увидит? Он увидит свет. Он увидит свет великий на живущих в стране, тени смертной. Свет воссияет, это не будет свет солнца, свет луны, это будет свет нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Вторая глава книга пророка Исаия, пятом стихе, мы слышали уже этот текст, пророк делает приглашение своим народу. Смотрите, о дом Иакова, о дом Иакова, который отступил от Господа, придите и будем ходить в чем? В освете Господнем. А в сороковой главе этот же пророк, говоря о служении Иоанна Крестителя и о том, что Иоанн Креститель придет и приготовит путь Господу, он пишет в третьем стихе глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему и обратите внимание на пятый стих сразу, на пятый стих и явится слава Господня, и явится слава Господня и узрит всякая плоть спасения Божия, ибо уста Господней изрекли это. Что это будет за слава? Свет, сияние, блеск, красота нет. Явится тот от корня Давидова, явится та отрасль, в котором не будет ни вида, ни величия, но явится, придет для того, чтобы прославить своего Отца Небесного и восстановить утраченную славу Господа, чтобы она достойна была. Рождение Иисуса Христа, Его служение, Его труд, Его смерть, Его воскресение, Его вознесение и возвращение за Своей Церковью во славе всегда, всегда, братья и сестры, сопровождалось, сопровождаться и будет сопровождаться, когда Господь вернется с великой Его славой. Когда мы читаем о жизни и служении Иисуса Христа, невозможно не увидеть, как часто Христос, совершая Свое служение, связывал это со славой своему Господу, своему Отцу. Он проповедовал, Он учил людей, Он исцелял и всегда, братья и сестры, что бы Он ни делал, Он всегда подчеркивал, я это делаю для славы моего Отца. Обратите внимание, Матфея 5 глава, 16 стих, Нагорная проповедь, Он учит учеников, говоря о грядущем царстве, о принципах царства и говорит так, тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела, что делали? Прославляли, прославляли Отца вашего небесного. Следующий пример, Иисус воскрешает Лазаря из мертвых и говорит к сестре его, к Марфе, Иоанна 11 глава, 40 стих, Иисус говорит ей, не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь. Что ты увидишь, прежде всего? Он не обращает внимание на воскрешившего Лазаря, ты увидишь славу. Вот за этими действиями, за воскрешившим братом, за воскрешившим Лазарем, ты увидишь славу Божию. Христос обращается к Своим ученикам и говорит, Иоанна 14 глава, 13 стих. Это касается всех нас, братья и сестры. Если чего попросите у Отца, во имя Мое Я-то сделаю для какой цели, для какой причины? Да прославится Отец в Сыне. Братья и сестры, обратите внимание, сколько раз сегодня мы сказали собрание слава Богу. Обратите внимание, сколько мы говорим в день слава Господу. Всякая наша жизнь, христиан, братья и сестры, наполнена слава Господу. Слава Господу, слава Господу. Господь восстановил в полноте достойную славу Богу. И когда Христос подводит итог своей жизни, своему служению и в молитве первосвященнической, в 17 главе, помните, когда Он молится и подводит итог своей жизни, интересно Он делает это. 17 глава Иоанна, 4 стих, очень коротко, Христос говорит следующие слова. «Я прославил тебя на земле». Отец, я прославил тебя на земле. Я восстановил славу, утраченную в духовном мире. Я восстановил утраченную славу, которая от людей. И я прославил тебя. Я совершил дело, которое ты поручил мне исполнить. Это была главная цель Иисуса Христа. Одна из самых первых, о которой пели ангелы. Вот почему небесное воинство, которое явилось вместе с ангелом, славили Бога и взывали. Слава на небесах Богу. Потому что родился тот, кто восстановил, кто прославил и научил церковь свою, брать сестры. Что очень важно. Мы не только просто зрителями являемся, мы являемся участниками. И как хорошо, когда в жизни верующего, в жизни церкви этой славы Богу. Мы делаем это часто, постоянно, осознанно, искренне, радуясь и благодаря Господу. Вторая мысль. И на земле мир. Мир людям. Ангелы, которые пели о Божьей славе и о том, кто прославит Бога своей жизнью и своей смертью, также пели. И еще об одном очень важном изменении, которое произойдет с рождением Иисуса Христа. Это мир на земле. Это очень короткая фраза на земле. Мир. Она несет в себе очень важное послание. Воплощенном Сыне, в рожденном младенце, Бог, обратите внимание, протягивает руку примирения. В Иисусе Христе Бог протягивает руку примирения к человеку, который находится без Бога, потерянный во вражде и отступил от Бога. Дитя, которое когда-то вырастет, выйдет на служение в этот мир, столкнется с враждой, ненавистью, насилием, беззакониями, он сделает возможным, чтобы святой и праведный Бог принял и примирил, был примиренный человек, вернее, чтобы был примиренным святым и праведным Богом. Человек, чтобы был примиренным праведным святым Богом. Братья сестры, как было воплощено в жизнь эти слова или песнь ангелов о мире на земле? Когда Христос родился и пришел на эту землю, братья сестры, его родная земля, где он родился, Палестина, была под оккупацией. Мира не было на земле. Христос ежененно встречался с солдатами. Христос ежененно встречался с несправедливостью. Христос, может быть, даже видел, как приговаривали, может быть, смертные или какие-то другие наказания физические. Никакого мира, никакой справедливости не было тогда. И это очень удивительно. Вы знаете, и он даже не предпринимал каких-то попыток что-то изменить или навести, может быть, порядок, установить свое царство, освободить даже эту Палестину, место, где ты живешь. Это очень важно. земля с того времени после ухода Иисуса Христа пережила две мировых войны, которые унесли миллионы и десятки, и миллионы людей. И сегодня в центре Европы идет самая страшная война, которая уносит сотни и тысячи жизней ежедневно. «Господи, когда пели ангелы, о каком мире Ты имел в виду? О каком мире пели ангелы? Почему на земле не произошло то, о чем пели ангелы?» Интересно, что Иисус Христос, когда Он оставляет эту землю, в 14 главе, когда дает Он обещание о том, что Он вернется, но вернется очень удивительным образом, Он пошлет другого утешителя. Христос произносит следующие слова. Я думаю, это было произнесено тихо, негромко, чтобы дошло до нашего сердца. Иван Глета Иоанна, 14 глава, 27 стих. «Мир, мир оставляю вам, мир мой даю вам, но не так, но не так, как мир дает, я даю вам». Христос пообещал, и Он сказал, что Я оставляю. И Я это делаю по-другому, не так, как этот мир дает. О каком мире, говорит Христос, перед тем, как оставил эту землю? О мире, в котором не будет слышно взрывов снарядов, и семьи с маленькими детьми не будут больше прятаться в бомбоубежищах, ожидая, когда окончится это страшное время, можно войти в теплый дом. Господи, о каком мире Ты говорил, когда Ты говорил, мир мой оставляю вам. Интересно, когда мы читаем книги пророка Исаии в 9 главе, 6 и 7 стихе, стихе, помните, где Исаия говорит, младенец родился нам, сын да нам. И одно из титулов этого младенца Исаия называет его «Князем мира». «Князем мира», и дальше он в 7 стихе написано, «Умножению владычества его, и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его». Вот это обетование, о котором говорил пророк Исаию, оно еще не наступило. Видимо, в этом земном мире, где ежедневно, локальные происходят войны, вражда, люди ссорятся, люди убивают друг друга, люди совершают войны, еще не наступило, это пророчество, которое только будет совершаться в будущем. О каком, Господи, ты говорил в мире? Братья и сестры, своим приходом на эту землю Христос совершил то, что не смогли сделать никакие миротворческие миссии, никакие организации, никто из людей. Апостол Павел очень ясно показывает эту истину следующим, как это стало возможным. Проблема отсутствия мира на земле между людьми находятся, братья и сестры, в сердце человека, там внутри. Пока не будет изменено сердце человека, пока человек не примирится с Богом, своим Творцом, никакого мира не будет на этой земле. Совершил ли это Христос своим приходом на эту землю? Да. Ефесинам, 2 глава, 14 стих, апостол Павел говорит так, «Ибо Он есть мир наш». Ибо Он есть мир. Ефесинам, 2 глава, 14 стих, если можно, откроете нам текст. Что сделал Христос для этого? Соделавший из обоих одно, там упоминается народ израильский и язычники, разрушивший, стоявший посреди преграду между израильским народом, народом Божиим и языческим народом, упразднив вражду плотью своею о закон заповедей учением, дабы из двух создать себе самого одного нового человека, устрояя что? Устрояя мир Божий, братья и сестры, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем, и придя благовествовал мир вам дальним и близким. То, о чем пели ангелы, исполнилось, братья и сестры. Сегодня мир с Богом доступен для каждого человека. Человек примиряется с Богом, человек может найти путь приверения друг с другом. Но цену Христос заплатил величайшую. Послание Колосинам, апостол Павел говорит, что цена, которая была уплочена до достижения этого мира, величайшая. 20 стих Колосинам 1 главы, если можно, откроете, пожалуйста. Чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его, и земное, и небесное. Обратите внимание, а песнь ангелов, слава Божия, которая достойно должна звучать, восстановлена благодаря рождению, жизни, смерти, вознесению Иисуса Христа. Мир с Богом восстановлен посредством родсёстры кровью креста Его. И Христос примирил Бога с человеком. Земное и небесное. Доступ к Богу открыт. И в этом есть величайшая милость и цель Бога. И последняя мысль. Бог благоволит к людям. Есть ли причины у Бога по справедливости, по святости благоволить к человеку? Вы знаете, вот это слово благоволит, оно имеет несколько значений. Мы не так часто, может, пользуемся этим словом. Что значит благоволение или благоволит? Вот несколько смысловых значений. Благоволение – это благосклонность, прежде всего. благосклонность, когда вышестоящий склоняется к нижестоящему. Царь склоняется к своим подданным. Отец склоняется к своим детям. Бог склоняется к грешнику, проявляя заботу, любовь к своему творению и грешнику. Благоволение, братья и сестры, еще – это милость. Милость – это то, когда человеку не вменяется то, что он заслужил. Благоволение – это благодать. Чем отличается благодать от милости? По милости, братья и сестры, человеку не вменяется то, что он заслужил. А по благодати человеку дается то, что он не заслужил. По милости человеку не вменяется, по благодати дается. И возникает вопрос, Господи, неужели люди заслужили? Нет, абсолютно. Вот поэтому Бог повелел этому ангельскому хору, этому воинству небесному, чтобы эта песня звучала и сегодня в молитвенном доме нашей Церкви и по всему миру. Три очень простых, ясных истины. Христос пришел и родился для того, чтобы восстановить славу Божию. И слава Божия, чтобы земли от Церкви, от верующих, от спасенных людей возносилась постоянно. Христос пришел для того, чтобы восстановить грешного человека своим Творцом и Создателем, принес мир в сердце. И последнее, о чем мы говорим с вами, Христос возвестил, что святой и праведный Бог с трона своего престола, величие сегодня в лице Иисуса Христа склоняется, благоволит. Он расположен. Он являет милость свою и сказал, я не буду наказывать, потому что я наказал праведного, который взял за грехи. И Он дает благодать, то, что мы с вами не заслужили, братья и сестры. Он дает нам дар вечной жизни. Он дает нам наследие. Он дает нам прощение. Он дает нам свою любовь. Братья и сестры, Он дал нам свое царство. И когда земная жизнь наша закончится на этой земле, братья и сестры, те, которые недостойны милости, благодати и прощения, Он откроет и скажет, пригласит, войдите, возлюбленные, в дом Отца, приготовленный прежде создания мира. Перед этим Богом, который пришел во плоти, перед этой удивительной весть, которая стала величайшим благословением, братья и сестры, Я хотел, чтобы мы сейчас склонились, у кого есть возможность, и в кратких молитвах поблагодарить Его за славу восстановленную, за мир с Богом и за Божье благословение погибшему грешнику. Аминь. Я приглашаю к молитве. Аминь.